Несколько часов назад стало известно, 20 турецких танков выдвинулись к сирийской границе. Официально Анкарой это пока никак не поясняется, только сухие факты техникой переброшенной из западных провинций страны. А руководство республики продолжает оправдывать свои действия. Соболезнования по поводу гибели российских военнослужащих были высказаны только сегодня и только на уровне турецкого МИДа. До этого власти спешно консультировались с НАТО о том, что натворили их военные. Из Анкары передает Виталий Воронин. На второй день дипломатического кризиса турецкие власти смягчили подход. Анкара уже не так воинственно рассуждает о необходимости защиты нерушимости границ. И все больше заявлений о том, что взаимоотношения между Россией и Турцией, которые выстраивались на протяжении столетий, не должны пострадать. В том числе такие выступления были от главы правительства и, что наиболее важно, от президента Турции. Возле его резиденции мы как раз сейчас находимся. Выступления Реджепа Эрдогана транслировали в прямом эфире все местные телеканалы. Он снова повторил, что Турция имеет полное право защищать свои границы. Однако, теперь делает важную оговорку. Мол, мы не знали, что это был русский самолет. В переводе с восточного дипломатического языка, мол, знали бы, не сбили бы. Правда, поверить в это сложно. Турецкая разведка считается одной из самых продвинутых в мире. А за то время, что ВКС России работает в Сирии, даже школьник при ежедневном наблюдении мог бы выучить все бортовые номера наших самолетов, а летчиков в лицо, если уж не по имени отчеству. А с учетом того, что вчера ничего подобного Анкара не заявляла, понятно, это просто выработанная после долгих консультаций позиция. То, что самолет принадлежит Российской Федерации, стал... ...вступил премьер-министр. Ахмед Давуд Аглу принадлежит той же партии, что и Эрдоган, поэтому их позиции редко расходятся. Вот и в этот раз он подчеркнул, что Турция ни в коем случае не хочет разрыва отношений с Россией и держит дипломатические каналы открытыми для контактов. У нас нет и быть не может намерения разрывать связи с Россией после этого инцидента, находиться с ней в состоянии напряженности. Россия наш друг, сосед и очень важный партнер. Двусторонние отношения не могут быть принесены в жертву. Сейчас все каналы для связи у нас открыты, мы взаимно придаем им большое значение. Такая смена позиций объяснима. Турки, вероятно, наконец-то посчитали, во что им обойдется ухудшение взаимоотношений с Россией. И речь даже не о военных последствиях. Еще вчера Путин четко дал понять, что отвечать око за око мы не собираемся. Турцию ждет экономическое возмездие. Первый под удар попадет туристическая сфера. Больше всего туристов на местных курортах из Германии и из России. До 4 миллионов человек в год. Рекомендация российского МИДа избегать поездок в Турцию крайне болезненна для огромной индустрии. Все это время...